Время ожидания скорой помощи не более 20 минут. В этом уверены многие. Правда, 388-й приказ Минздрава России уточняет, это касается только экстренных случаев, которые угрожают жизни людей. Это, допустим, ДТП, падение с высоты, посинело умирает, боли в сердце, то есть идет угроза для жизни. Вот в этом случае скорая помощь должна от момента поступления вызова до приезда к пациенту доехать до 20 минут. Таких вызовов от общего числа 35-40 процентов. Остальные медики называют неотложными. Это значит, что прямой угрозы жизни нет. Пациенты, жалующиеся на повышенную температуру, давление, кашель и тому подобное, могут ожидать скорой до двух часов, согласно тому же 388-му приказу. Если есть свободная бригада, конечно, бригада сразу отправляется. Но если, когда идет поток экстренных вызовов, случилось какое-то ДТП, случился где-то инфаркт, где-то бессознание, лежит на улице, тогда, естественно, скорая помощь прежде всего поедет туда. Сейчас в Одинцовском районе при поликлиниках и амбулаториях создается служба неотложной помощи. Ее сотрудники будут ездить по вызовам, которые не относятся к экстренным. Обработкой звонков займется единая диспетчерская. Кроме того, при ней же появится отдел консультации. Рассылка СМС-уведомлений о статусе вызова уже начала работать в регионе. Неотложная помощь создана и при детской поликлинике в рамках регионального проекта. Но пока жители не разобрались в новой системе, поэтому вопросов возникает много. Были организованы выездные бригады неотложной медицинской помощи. И некоторые родители, видимо, начинают переживать о том, что к ним приезжает не тот участковый педиатр, которому они привыкли, а приезжают педиатры по неотложной помощи. Кроме того, в рамках проекта «Добрая поликлиника» увеличено время работы педиатров. Теперь детские доктора принимают и по субботам. В ходе совещания собравшиеся разобрали практически каждую жалобу на работу медучреждений. Многие из них можно было бы предотвратить, если бы заявитель сразу обратился со своей проблемой онлайн или на горячую линию конкретного учреждения.